Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет пересадка вот этого красавчика, абутилона Белла Желтого. Просто, конечно, сейчас не время для пересадок, уже на носу зима, но у него просто разрослась корневая система и до весны он вряд ли вытянет, потому что у него уже стали мельчать листочки и стали такие, знаете, от нехватки питания, листики становятся такие, как в крапинку желтые, ну, в общем, не хватает ему питания. До весны он у меня не дотянет, а зато, смотрите, хоть питания не хватает ему, а зато он весь в цвету. Но цветочки, конечно, и помельче стали, как вот звел у меня. В общем, я довольна этим сортом очень. У меня на канале было видео. Топ-5 самых цветущих моих растений, и он занял одно из первых мест. И по праву, я считаю, он очень хорошо цветет. Он практически без отдыха, вот только отцветает, и заново у него появляются бутоны. И сейчас я вам покажу еще своего ванильного абутилона. Он тоже у меня цветун хороший. И еще у меня есть абутилон такой большой уже, я его формирую таким деревцем. Он у меня тоже цветет, но я его вот недавно тоже поприщипывала, потому что абутилоны цветут на молодых вот этих вот отросших побегах. И если их прищипываешь, то цветение, конечно, останавливается на какое-то время, пока не появятся эти новые побеги. Ну, это вот как бы классический обычный абутилон. Он такой оранжевого цвета. Он тоже, когда цветет обильно, очень красиво смотрится. Ну, у него сейчас прямо вот листья видно, они повернулись к окну все. Но он такой у меня, знаете, очень большой. Сейчас я подальше отойду и покажу вам. Вот такой вот формируется у него стволик. Он достаточно уже такой, утолщается. И вот такой он у меня раскидистый. В общем, занимает все место в углу. Ну, красиво смотрится очень. Зеленый уголочек такой получился. А это у меня ванильный абутилон. Тоже смотрите, какой красавчик. Тоже постоянно на нем цветочки. Вот такие вот красивые. Я тоже уже во всех видео говорила, что я его формирую в штамп. У него такой вот стволик. Длинненький, лысенький такой. И вот такая вот макушка. Я ее тоже прищипываю время от времени. Ну, мне очень нравится это растение. Очень красивое. Здесь так вообще такие цветки огромные просто. И их такое множество. Вообще красота. Ну, сейчас я перевалю свой абутилон в новый горшочек. И во время пересадки расскажу, как я за ними ухаживаю. И вот такой горшочек я ему подготовила. Керамика. Мне, конечно, очень нравится такого плана горшочки. Хотелось бы вообще всем своим растилкам такие горшочки. Но пока нет, потому что корневая система постоянно разрастается. И требуется смена кашпо. То есть, когда вот они наберут корней уже достаточно, тогда я посажу все в красивые горшочки. Я считаю, что он заслужил такой горшочек. И сейчас я его аккуратненько перевалю. Не травмируя корешочки. Там земли-то, наверное, нет уже. Потому что у меня давно. И здесь горшочки уже видны. Вот, все, он пошел. Вот, видите? Все пусто здесь. Вот земелька высыпалась. Все, горшок пустой. Видите, земли нет. И вот это все в мелких-мелких корнях. А здесь вот прям как вообще... Смотрите, сколько корней. Я использую универсальный грунт. Ну, а добавлю туда угля древесного. И немного перлита. Ну, чтобы такой более рыжий был. Ну, сейчас я насыплю грунта. Там, на дне, у меня керамзит обязательно. Ну, вот этот керамзит, я его немножко вот так вот чуть-чуть выбью из-под корней. А бутилон, я могу сказать, это неприхотливое растение. И для того, чтобы он свел, ему нужно солнце. Конечно же, я подкармливаю. Подкармливаю удобрением для цветущих растений. Я использую фертику, букс, удобрение. Я, в принципе, им довольна. Мне оно нравится. Ну, вот так вот потихонечку. Тут просто много этого керамзита. Но если где-то и останется, то ничего страшного. Не будет. Примерю. Ну, вот достаточно. Вообще хорошо. Можно присыпать. И поливаю я по мере пересыхания верхнего слоя почвы. А вообще, а бутилон, он вообще как бы водохлеб. Он любит водичку попить. По нему даже заметно. Когда он пить хочет, он листочки опускает. Особенно летом, то вообще хорошо очень быстро пересыхал. Горошочек, да приходилось даже и два раза в день поливать. Ну, зимой, конечно, порежет чуть-чуть. Стоит он у меня на окне. На него, конечно же, попадает солнышко. И, конечно же, от полуденных лучей, особенно в летний период, конечно, его нужно притенять, чтобы не было ожога. И все. И не забывать поливать. И он вас будет радовать вот такими красивыми цветочками. А бутилон еще называют домашним кленом. Потому что листочки похожи на кленовый лист. Но вот это вот уже гибридные сорта. А вот если взять такой обычный, у них более такой вот этот резной листик, похожий на клен. И обычно еще называют его канатником. И сейчас его полью. Сейчас он прям, знаете, оживет, напьется в ладеечке. Там хоть грунт добавился. Ну и посмотрите, не красавчик ли? Вот как людей преображает одежда, так же растения и преображают горшки. То есть вот в этом горшке, да, совершенно другой вид. Думаю, что ему очень понравится расти в таком горшочке. Раз уж начала хвастаться, то похвастаюсь еще одним сортом. Это у меня розовый аппетилончик. Он тоже цветет хорошо. Вот у него уже появились цветочные почки. Он был маленький-маленький совсем. И вот такой вот он вырос. Но он пока останется в этом горшочке. А вообще на будущее весной я ему куплю такой же горшочек, чтобы они в одинаковых росли. И пересажу его. В общем, у кого нет еще такого растения, я прям советую, кто любит цветущее растение, потому что он вообще неприхотливый и хорошо цветет. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok